то время суток всем кто смотрит мой канал друзья как и обещал сегодня делаю по многочисленным просьбам короткий ролик на конкретную тему очень 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 много уже чем долго вы писали и просили делать в том числе в добавок к времен эфиром короткие ролики и вот и я выполнил вашу просьбу это будет первый ролик ему дальше по возможности несколько раз в неделю возможно каждый день возможно через день буду выкладывать такие ролики извиняюсь что несколько дней вам пришлось подождать я готовил теме относился очень серьезным который который материал долго собирал добывал информацию собирал долго проверял перепроверял анализировал готовил к веке первый сюжет весьма долго заняло несколько дней но надеюсь теперь будет интересно это будет первая часть которая будет как я и обещал посвящена таком вооруженных сил украины войсу на черноморский флот вооруженных социальских федераций бсср акватории черного моря второй второй видео которое либо завтра и послезавтра я выложу она будет посвящена атакам вооруженных украинской разведки украинских спецслужб развитых заинтересованной спецоперации на псковской области российской федерации на военном аэродроме верите и как и уже все знаете да и я у себя в телеграме ютюбе писал что было уничтожено было уничтожено повреждено уничтожено повреждено военную ударную вертолю как и поддержка вооруженных сил украинских федераций бсср это будет к этому будет посвящен второй второй ролик но сегодняшняя тема это как раз так атака на черноморский флот вооруженных силам украины бсу друзья перед тем как начать тему еще раз попросил бы вас о возможности оказать материальную помощь моему каналу так как еще раз у меня нет других спонсоров других источников дохода здесь это мой youtube канал поэтому если сможете оказать материальную помощь моему каналу я буду вам очень очень признателен в описании будет информация как можно оказать материальную помощь моему каналу банковский считаю и кто не сможет так помочь можете по юнистриму по манекраму код отправите мне можете по фейпалу код отправите мне по мессенджеру вот за помощью материальной моему каналу буду признателен и будет справедливо если поддержите это видео лайком и теплым скажем положительным комментариям так как я выполнил вашу просьбу и записываю короткий ролик хотя очень дорого это тяжело мне это стоило потому что материалы это основан так сказать который обширный но так как я вам обещал короткий ролик говорить придется мало для меня это весьма трудновато поэтому не будем терять времени для других людей долгие сюжеты которые трудно вот а для меня наоборот мало говорить трудновато короткий сюжет и да скажем так не мой конек ну я выполнил вашу просьбу а вы будет красиво если понимаю просьбу и поддержите это видео лайком если это будет соблюдать тысячи лайков то я обещаю почти каждый день выкладывать видео с вас тысячи лайков желательно положить или комментарий а с меня почти каждый день видео добавок еще раз говорю я не меняю свой формат мой формат остается прежней мои любимой прямой эфиры самая короткая три часа самый длинный эфир 4 часа все равно остается для меня со мной формат это прямые эфиры это лишь дополнение сейчас начнем самого главного значит немного предыстория чтобы поняли о чем идет речь в сентябре вооруженные силы украины в эссу а именно 73 морской центра специальных операций вооруженные силы украины в эссу из состава ссо силы специальных операций это украинские боевые плавцы или украинские морские котики это спецназ войны морского вода военно-морских сил украины входит они в состав ссо силы специальных операций за 73 морской центр специальных операций они базируются в николаеве городе очагов вот вот так вот как-то я во время своих эфиров рассказала что во время одного очередного помощи из соединенных штатов америки сша там были и боевые дроны беспилотные морские не беспилотные аппараты бп ла а морские беспилотные аппараты скажем так многие из вас на это внимание не обратили так как все внимание всех в тот день был прикован тогда впервые впервые украина получала активность залп в огне рсс м-142 аймас аймоплит артиллер и рокот систем и все внимание всех было приковано к хаймас м-142 аймарс аймоплит артиллер и рокот систем да вот это дальнобойнятия высокоточная активность залпа в огне рсссу но там я говорил чтобы украина получила боевые морские дроны беспилотные плавательные аппараты я не сказал что это по типу камикадзе то есть это морской беспилотный аппарат который содержит в себе взрывчатые вещества то есть бы боевую часть и имеет значит взрыватель то есть он самоликвизируется уничтожает уничтожает цель вместе с собой называется камикадзе то есть уничтожает цель с собой ввести целью на сам данный аппарат уничтожается вот так вот в сентябре вооруженность украины войсу совершили две атаки то есть одна атака и двумя беспилотными пилотными плавательными аппаратами один из них унес течением унес течением к бухте абрамова этот севастопольская бухта бухта абрамова называется вот он берега но течением несут он у берега стоял его там обнаружили его сняли есть фотографии снимки которые вы запросто можете найти в интернете они есть в открытом доступе в открытом печати в открытом доступе вот так вот это был наверно первый случай когда уже подтвержденную украина начал применять данные беспилотные плавательные аппараты россия российская страна их изучила ну слегка слегка изучила потом подорвали то что россияне боялись что украинцы могут в любой момент его подорвать поэтому боялись там нормально изучать его доставать с воды потому что чего боясь россияне российская сторона они боя этот пислотательный аппарат управляется по спутникам по спутниковому каналу я не думаю что украинцы как только по каким-то развитым данным по луне по каким-то разведается источником получить информацию что там вот взгляд в описании аппарата скопления сразу подорвут чтобы уничтожить как можно больше людей и россияне боялись этого поэтому лишь несколько специалистов по отдельности его изучили подорвали что же произошло я реальности так сказать коренным образом касаюсь этого пуша поездаю о чем идет речь по моим оценкам опять таки это уже мои оценки ошибочно я думаю так и данный безнепроводный плавательный аппарат потерял связь с центром то есть управление и в результате чего у него уже ветер найден унесло течение если бы он не потерял бы связь плава какая-то техническая другая неисправность из-за чего например связь плата с оператором управления было управлять было бы невозможно когда органы управления данным без молотого плавательного аппарата были бы выделены стройным или такой прочее тогда украинцы все равно его просто в тотчас же подорвали прям там на море подорвали бы чтобы он ни в коем случае даже визуально россияне его не увидели россияне получили снимки отдает визуальное изучение дает весьма обширное представление о том что это за весло то плавательная про что он на себя представляет как можно с ним бороться в общем что вы все вот это не были если бы украинцы не теряли бы с ним связи имели бы с ним связь то украинцы бы после если бы там вышел бы из тура не связь за органы управления например представьте себе там есть же есть рули подводные когда чем сонтательный аппарат управляется до ватаметного движителя вот так вот поставьте себе обратная связь работает по спутниковому каналу камеры работают но рули отказали допустим органы управления но оператор имеет связь с центром если себя сработает режиме я беремене оператор видит что творится оператор увидев это что здесь техническая не справится бы его сразу же подорвал чтобы россиян ему не достался также визуальный симптом и с такой прочим но этого дела не было насколько сделано не было что россияне подошли и начали изучать снимать на бухте а браво в это севастополь о чем это говорит это к чему что украинцев не было с ним связи связь с ним была потеряна управляются кедруны с помощью интернета илона маска starlink starlink вот это помехозащищенная высокой высокой эффективный помехозащищенный интернет интернет от компании илона маска starlink spacex starlink spacex это компания маска starlink это глобальная сеть интернета илона маска ну так вот помещено точным данным по крайней мере на текущего мент россия не могут их рыбра сать в радиоактивной борьбе вооруженных сельско-всердераций в срф не может эффективно его глушить не подавить не все такое прочее хотя я немножечко сомневаюсь потому что все таки средства ральса радиоактивной борьбы вооруженных сельско-всердераций в срф на высоком уровне что по крайней мере его побоедели вот если не взломали вы хотя бы подавили но все равно сейчас мне об этом мы говорим вот и город старлинг скорее всего по тебе бесплатный аппарат потерял связь с центром его волнами отбросила к бухте мы к берегу бухте обратно стали пони видны его фотографиям что она себе представляет его россияне чуть-чуть визуально изучили поняли что его водометный движитель у него не грибные винты не двигали внутреннего сгорания водометный движитель он низкопрофильный что очень важно что очень затрудняет его обнаружение поражение особенно ночью у него нет грибных винтов он не оставляет или минимальные не оставлять 41 следа он не ост pray оставлять какое-то теплового излучения теплого следа у него минимальная тепловое изучения минимальная минимальная он относительнымиапа малогабаритный и, значит, как по шине, так и по длине его визуально. Даже множество трудно, уничтожить сложно. На нём две камеры, одна на носу стоит, вторая, я так полагаю, моё мнение, она вращается на 360 градусов, у него есть тепловизионный канал, дневной и оптический телевизионный канал, полностью на точном данном, там ещё и лазерный дальномер есть, в общем, и сама боевая часть. Вот так вот, украинцы на сей раз применили массовые бесплодные плавательные аппараты. По некоторым данным, их было на сей раз 9, а не 2. Что же произошло? Значит, 29 октября 2022 года вооружённые силы Украины ВСУ, силами 73-го морского центра специальных операций, это боевые плавцы Украины, спецназ Украины, они совершают уникальную атаку. Атаку на бухту Южная. Бухта Южная, это та место базирования, где базируются российские военные боевые корабли, корабли Черноморского флота. Что это за боевое соединение, что-то об этом чуть позже поговорим однозначно. Ну так вот, в этот момент там находились сразу два фрегата, или строжевой корабль, им можно назвать фрегат, проекта 11-356-Р. Его ещё называют буревестник. Но буревестник это тип кораблей, а не конкретно именно корабль. А проект 11-356-Р, один из самых современных, он по-моему ещё и по проекту Буяне, по-моему. Если не ошибаюсь, по проекту Буяне. В общем, он является одним из самых современных, этот проект является одним из самых современных кораблей военно-морского флота, военно-морских сил, вооружённых сил, альскофизиации, БСРФ. Они ещё несут крылатые ракеты 3М14Т-калибр. Указка с НАТО СС-Н-27 Сайзлер. Как 3М14Т-калибр несут крылатые ракеты для атаки наземных целей, стационарных целей, такие 3М54Е, 3М54Е1, калибр противокорабельный, вот эти ракеты, которые тоже входят в состав семейства калибр, но они назначили атаки надводных целей, правда, разно вот они отмещения. Ну так вот, у россиян таких кораблей 3. Построено проекта 11356Р, его ещё бульвестник, Буяне, или бульвестник называют. Таких кораблей 3 у Российской Федерации, да? один это адмирал Григорий Ильич, адмирал Эссен и адмирал Макаров. Сейчас в бухте Южная в момент атаки находились адмирал Эссен и адмирал Макаров. После того, как россияне потопили флагман Черноморского флота ракетный крейсер Москвы проекта 164 ПК Атланта, россияне остались, Черноморский флот вооружённых сельской федерации остался голым. Потому что я много раз объяснил, что она ещё и противовоздушную оборону обеспечивает данный ракетный крейсер, в общем, она является основной ударной мощью противоверностных ударных группировок вооружённых сельской федерацией ВСР и в общем. Вот, после потери ракетного крейсера Москва россияне остались лишь, так сказать, на надежде на эти вот корабли. Проект 11356 Р. Всё остальное, что есть в Черноморском флоте, они уже не их не лечит ударной силой. Остается проект 161 и 61 М. Большие десантные противолудочные корабли, которые чуть-чуть модернизированы в нам, остаются сторожевые корабли проекта 1135 и 1135M. Они не несут крылатые ракеты типа 3М14 Т-калибр СС-ти Рейнзера 20 Сайзлер. И они во многом, во многом, во многом, во многом уступают современным военным боевым кораблям. Они даже не сгадовлены по технологии стелес. Вот. Поэтому их в счёт взяты и то мощнейшее вооружение, они и того не несут. Поэтому россияне в Черноморском флоте остались с надеждой только на эти три корабля. Повторимся. Проект 11356R представлен в виде трёх военных кораблей. Это один из самых редких кораблей, который создала современная Российская Федерация, а не Советский Союз. Война военные морские силы военных СССР, а в основном состоит из Черноморского флота, а останется ещё в Советском Союзе. Но вот этот проект 11356R один из детских проектов, который они сами создали. Вот так вот. Адмирал Григоревич прямо сейчас находится в Средиземном море. Остаётся в Черноморском акватории в Черноморье остаются два таких современных военных корабля. Всё остальное что есть у россиян это их современные считаются как минимум нельзя. Вернее не то чтобы современным считать, а их полноценной ударной группировкой считать нельзя. Черноморье ещё и мощнейший военный морской сил, вооруженных сил Турецкой Республики. То есть представьте себе какие у россиян противники. Так вот. Ещё раз. Адмирал Григорович находится сейчас в Средиземном море. В Чёрном море остаются Адмирал Эссен и Адмирал Макар. Оба корабля на данный момент атаки находились в бухте Южная. Это Севастополь. Кадры как эти бесплатительные аппараты атакуют. Вы сами всё прекрасно видели. Попытаюсь об этом не говорить. Сами всё видели. А эфир у меня часики уже резко тикают. Вот так вот. Утро. губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев заявляет о беспрецедентной атаке на Черноморский флот со времён начала войны 24 февраля. Самая полномасштабная атака вооруженных сил Украины в ВСУ. Он заявляет, что атаковали три бесплотные плавательные аппараты. Ещё, если они ошибаются, он сказал, что в атаке участвовали по-моему. Если я не ошибаюсь, он сказал, что участвовали ещё и три, то ли, пять бесплотных аппаратов. Нальчи БПЛА не атаковала, они, скажем, БПЛА вели там только разведку. Днём ранее там был замечен легендарный стратегический разведчик RQ-4B Global Hulk, который как раз-таки вёл разведку Чёрного моря. Что там у россиян, всё такое прочее, что, где, как, и так далее, тому подобное. Через несколько часов в Телеграм-каналах начал гулять видео, распространяться видео, как в Чёрном море, у россиян, что там подрывается, сильно слышны хлопки, потом взрывы, там сильнейшие взрывы, всё такое и прочее. Было весьма неспокойно, всё такое уже Телеграм-каналы разместили. К утру уже все знали, что происходит. В общем, Украина заявила, что она повредила четыре военных корабля, в том числе адмирал Макаров. Россияне же заявили только вооружённые силы Украины в АСУ просто нанесли незначительное значит повреждение одному тральщику и того самой первой свежести нанесли незначительное повреждение хотя подтверждение того, что там четыре корабля были повреждены то таких подтверждений как бы нет. Но то, что российская сторона уже заявляет, что там надводный корабль был повреждён то есть тральщик был повреждён это конечно уже о многом говорит. То есть даже если украинцам удалось повредить хотя бы один корабль это конечно существенный успех. В том числе успех знаете ли как успех репутационный царальщик называется Иван Голубец. Ну так вот там я смотрел в эфире Майкла Наки выступал этот молодой парень и как же Руслан Левиев по-моему где он ошибочно говорит что то есть показывает с ним распространённые в интернете спутники снимки вот это вот видите вот этот который бортом пришвартован вот это как раз таки либо адмирал либо адмирал Макаров видите на кадрах на кадрах которые были распространены там видно что беспилотный плавательный аппарат атакует надводный корабль который обращен справа который атакует в правый борт а на снимках Руслан Левиев резко ошибается говорит вот видите вот тут этот корабль один из проекта 1.356 стоит как раз таки прямо видите с правым бортом в реальности этот корабль стоит левым бортом который показывает Руслан Левиев потому что если внимательно присмотреться там видно левый борт это таки ошибка Левиева там был виден левый борт то есть это не то о чем говорил Левиев российская страна говорит что все что смогла сделать Украина победить Иван Голубец тральщик это минный тральщик для разминирования значит морских мин магнитные мин донные мины якорные мины дрейфующие мины в общем но Россия Федерация заявила что были там были повреждены бонус сетевые заграждения об этом мы подробно поговорим про бонус сетевые заграждения это очень важно чтобы внести ясность что же там происходило ну так вот возвращаемся на бухту Южная в результате атаки Украина заявила что погрузила 4 корабля ну не официально Украина но сколько я знаю официально Украина даже не заявляла но в украинских телеграм-каналах телеграм-канала они так сказать подчиняются военно-политическому руководству Украины ну ясно что они не пистово это просто пишут поражают точку зрения официальную точку зрения власти то есть это говорят то что хотят сказать власти все прекрасно понимают что если эти СМИ пишут это ковырят с ними власти просто языком СМИ но никто ничего официально предъявить не может Украине Украине не взяла на это ответственность пока ну так вот Российская Федерация заявляет что был поврежден один только Иван Колупец это мимитральщик и бонус эти вы заграждения однако в видеоматериале который мы все видим там видны несколько хлопков сильных взрывов что смахивает на то что там реально что-то там сдетонировало возможно на одну из на двунных королев возможно станет боекомплекс вполне возможно и нет но ты был это уже факт и то что украинцы смогли после крымского моста не с тобой не так не сяк еще и добраться до черноморского флота они били по командным пункту по штабу черноморского флота а сейчас и уже надводные корабли атакуют средь белого дня ну это конечно же для российской стороны ну не смысле днем атаковали а еще это просто так сказать фигура речи не обязательно днем атак может быть ночью атаковать ну это фигура речи ну так вот по престижу Российской Федерации несет мощный шуру на следующий день Российская Федерация атакована была 29 октября 30 то есть 30 Российская Федерация заявляет о том 30 октября что она выходит из зерновой сделки несколько важных нюансов я об этом поговорю и самая важная часть нашего эфира она еще впереди Российская Федерация если с вами Украина и до этого заявляла что Российская Федерация готовится выйти из зерновой сделки готовит провокацию все такое прочее а тут россияне просто воспользовались моментом и как они считали захотели выйти из зерновой сделки напомню между Турецкой Республикой Украина Российской Федерации нам ну не прямой Российской Федерации Украина скажем каждый из них подписал так сказать договоренность Турецкой Республики о том что вот эти вот через Черное море должно быть выведено украинское зерно сельхозкультуры все такое прочее а это один из основных источников дохода бюджета Украины а деньги все прекрасны как сейчас в Украине нужно вот так вот Российская Федерация заявляет о том что она уже Украина предупреждала что Российская Федерация сама даже готовит какую-то провокацию чтобы выйти из зерновой сделки все это прочее вот тут супер уникальная возможность свалить на украинцев и выйти из зерновой сделки Российская Федерация заявляет что она выходит из зерновой сделки и заявляет о том что без ее участия все вот это на Черном море остается весьма опасной только Российская Федерация может якобы гарантировать безопасность все такое прочее идеально бред потому что единственное кто там представляет угрозу и слышит какие-то агрессивные действия иногда террористические это военно-морская федерация военно-морские силы военно-морские сельские федерации в СССР россияне там угрожат больше никто никому там не Черном море просто не угрожает ну это отдельная тема для разговора к моему великому удивлению зерновозы как значит плыли как двигались так как форсировали Черное море так и они продолжили форсировать плыть никто даже на путинские угрозы внимания не обратил корабли вывезли огромные тонны огромное количество сельхозкультов огромнейшее количество республики заявляет кто тронет вот эти корабли зерновозы Турецкая республика тоже гарантировала безопасность вывоза украинских сельхозкультуры зерна и все такое прочее запущение пшеницы Турецкая республика сказал кто троллит эти корабли будет иметь дело со всей мощью военно-морского флота военно-морских сил вооруженных сил Турецкая республика а у Турецкой республики очень мощный флот военно-морский флот военно-морские силы представьте сегодняшняя обезглавленная без флагмана черноморских флот Российской Федерации а тут еще и супермощных вооруженных сил вооруженных сил Турецкой республики ну представляете Путин вынужден ко всему этому должен был относиться весьма серьезно через два дня Российская Федерация заявляет что она возвращается к зерновой сделке то есть Путин заявил что это небезопасно он выходит из этой сделки все такое прочее а корабли как двигались так и двигаются Путин получил супер унижение Путин получил историческое унижение беспрецедентное унижение как же спасти ситуацию Путин думал вот этот вот я много раз в эфирах говорил что Путин не перешел к тактике гуманитарного террора пищевого террора назовите когда запретил когда целенаправлено вооружение сельской федерации в эфира пили по элеваторам где еще украина в прошлом году если я не ошибаюсь было рекордным урожаем вот так вот украинцы то что в прошлом году собрали в этом году ясно на войне собирать урожай так себе но в прошлом году украинцы собрали рекордное количество урожая ну всякую скультуру пшеница не знаю что там еще выращивают вот так вот Российская Федерация продолжительное время наносила целенаправленно ракетно-бомбоудар высокоточным оружием чтобы уничтожить элеваторы чтобы максимально оставить Украину без зерна но настолько много Украина их собрала что Российская Федерация далеко не все уничтожила и после этой сделки начали вывозить начало вступать в силу вот эта вот так называемая зерновая сделка Украина начала вывозить свои сельхозкультуры Путин не мог это стерпеть Путин нужно было как-то это сорвать а как сорвать Путин выходит выходит из так называемой зерновой сделки и видит что как украинские зерновозы двигались плывли так и плывут как вывозили зерно и которое еще Путин же вот этот продовольственный шантаж и терроризм Путин заключалось в том что Путин продолжительное время пьет по вот этим элеваторам где скаплено украинское зерно и пшеница и чтобы оставить Украину без силы этого и неважно Путин что в мире миллион людей могут из этого погибнуть от голода я не шучу это не шутка но украинцы благодаря подписанию контракта с западом Турецкая республика и корейские федерации начали вывозить спокойно свои сельхозкультуру вот тут россияне каким-то образом перебрасывают войска значит 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 чем я говорю и тут вооруженные силы Российской Федерации ВСРФ Путин заявляет что они выходят они гарантируют безопасность все такое и прочее но Путин видит как украинские корабли двигались так и двигаются